Так, добрейшее утро, как рано я давно не выходила, автобус поехал, который я ждала, я его стояла, реально ждала, за какой раз, за подлянка ты его стоишь, ждешь, а он не приходит, и ты когда начинаешь идти, я опаздываю при этом, насыщен снег у нас выпал, так что, сегодня новый влог, правда, предыдущий я еще не смонтировала, обещаю смонтировать, но сегодня будет интересный влог, потому что это мое преображение, новая я буду. Итак, я тут уже в кресле, меня намазали, волосы обрезали, аж слезы были на глазах, но это будет интересно, я чувствую, что это будет бомбический образ. Вот мои волосы. Вот такая вот иду, мне кажется, даже под шапочку короткие волосы намного лучше смотрится. Да, вы знаете, столько прилива энергии, это не передать, конечно, сейчас я буду победителям, и хочу заснять их реакцию. Поэтому, ну, у меня внутри эмоций куча, конечно, еще не выставляла в Инстаграм, в Инстаграм выставляла только небольшой кусочек, чтобы резала волосы. И, конечно, подружки сразу увидели, сразу сказали, первые, первые увидели подружки, две, и им понравилось. Поэтому, скажите, как вам мой теперь новый образ, нравится, не нравится, но у меня такое кардинальное облегчение по энергии, так офигенно внутри я себя чувствую. Потому что я обрезала прошлое, окончательно. Алло. Вау, красивая, супа. Мама, не смотри. Красивая? Красивая. Таня, не смотри на дочу. Алло. Я так и подумала, что она, а сонатома. Ты что, не увидела? Конечно, да. А ты что, не увидела? Желко. А что тебе жалко? Наоборот, со стороны она спрощалась. Безута. Итак, я в поиске новогоднего плача. Потому что тут пригласили, но даже на корпоратив. Но хотела уйти от всего черного, набрала все черное. Как вам это? Это поинтересней, мне так кажется. Посмотрите, какое красивое колечко я купила. Просто невероятно. Я не смогла удержаться. Я в стыкомак зашла, а там столько такое красивое. Я не знаю, что это. Красивых колечек, сережек, подвесок различных. По приятным ценам. И я просто невероятно влюбилась. А еще у меня завтра женский круг. Гвозди, стояние. У меня тут уже все сложено. И завтра будет невероятный день. И сейчас покажу, что я купила в Заре. Итак, купила я, в принципе, все, что я мерила. Вот это вот платье. Но потом я поехала через несколько дней, купила и это платье. Я прям в него влюбилась и пересматривала на видео, что снимала в примерочной, что я его хочу. Вот этот вот секси вырез. Это прям корпоратив нужно. Это я уже платье одевала на 9 декабря на ArtBranch. И тоже было классно. Да, я хотела уйти от черного. Черное абсолютно не покупать. Но, блин, в Заре продается все черное. Куда ни кинься, все черное. Но, думаю, буду я зимой на своих зимних ивентах в этих двух красивейших платьях. И сейчас еще одну покупку покажу. Вот я купила офигенскую кофту. Она невероятно мягкая. Такая презентабельная. Вот эти вот пуговицы. И она офигенно еще сидит на мне. И от подружек уже замечаю и комплименты. Она невероятная. Но тоже в Заре покупала. Теперь я подсела на Зару. Раньше я не понимала, что там можно покупать. Но теперь я покупаю практически все там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот такой вот влог получился. Я просто кайфую от новой прически, от нового образа. Я уже около двух недель хожу с этой прической, с новой стрижкой. И сейчас очень много комплиментов от своего окружения. И в Инстаграме я получаю, что у меня очень идет новая прическа. Да, вот я монтировала предыдущий влог. Такой, там длинные волосы, красивый длинный волос. Потом, нет-нет-нет, назад возвращаюсь. И я прям кайфую от этой стрижки, от волос. Мне прям ощущение, как будто какую-то тяжесть состригла. И не знаю, посмотрим, насколько я долго буду. Буду ли я ее подстригать еще, либо же отращивать. Но на данном этапе я прям колоссально кайфую. Не знаю, сколько раз я это повторила, что мне очень-очень нравится. Напишите в комментариях, как вам моя стрижка, либо же с длинными волосами мне было лучше. Весь путь от начала создания этого канала до этого вы видели меня с длинными волосами в одном цвете. Цвет, да, пока что такой. Но я хочу немножечко выходить, возможно, выходить в русый цвет. Но это уже будет чуть позже, потому что мне было главное сохранить их качество, чтобы когда нанести там этот блондиринг, или как он там правильно называется, чтобы у меня волосы не посыпались, и я лысая не осталась. Поэтому мы решили немножко тон выровнять и затонироваться. Такие вот еще небольшие покупочки со мной случились, потому что корпоративы, сейчас мероприятия начинаются предновогодние, и мне важно выглядеть красиво, по-нарядному. Спасибо большое за просмотры к предыдущему влогу. Надеюсь, и на просмотры на этом влоге. Комментируйте, пожалуйста, напишите, как мне, как мне с этой прической. И подписывайтесь на канал, потому что меня прям предыдущий влог, пятый, меня замотивировал снимать. Когда идут просмотры, меня это очень сильно мотивирует. Пожалуйста, не важна ваша поддержка, чтобы я дальше продолжала вести этот канал. Всех обняла. До нового влога. Он точно будет интересен. Я сегодня его начинаю снимать новый. Будет классная поездка на рождественскую ярмарку.